Привет, народ! Сегодня я расскажу вам о новой игрушечке, которую многие, я думаю, ждали. Называется она Flash O2. Что мы здесь видим? Здесь прикольная графика. Куча, ну, куча штук. 8, по-моему, этих летающих кораблей. И здесь мы участвуем в футуристических гонках на космических кораблях. Графика сделана неплохо. Неплохо музыкальное сопровождение. Ну, давайте зайдем на стройки. В настройках мы можем поставить кофейский эквалайзер, вибрацию, соответственно, управление аксилометром, кнопками слева-права, настройка музыки и так далее. Зайдем в гараж. Здесь мы можем выбрать несколько кораблей. Вот. Такие они есть. Также можно фейсбук, также можно послушать музыку и так далее. Так, что мы здесь видим дальше? Режимы карьеры у нас есть здесь. Вот режим карьеры. Вот, видите, первый я уже прошел. Там же есть дальше другие уровни. Кстати, в первом паке была Москва, Китай, Нью-Йорк. Там нужно было просто соревноваться со своими соперниками. Также есть у нас одиночная гонка, гонка на время, ну и руководство. Давайте посмотрим на режим карьеры все-таки. Ну, давайте на второй. Вот здесь мы видим, что Варшаву я прошел, Донконг я прошел на бронзу, Варшаву на золото. И сейчас у нас будет все управление я сделал себе кнопочкой справа и слева. И с правой стороны у нас будут это кнопки, когда мы соберем бонусы, будут кнопки, которые управляют оружием. Ну что ж, поехали. Давайте прокатимся и посмотрим на графику. Возможно, игра будет немножко потормаживать во время съемки. Ну, давайте, так она не тормозит у меня. Сейчас загрузится. Да, видите, немного притормаживать. Сеул, Южная Корея. Поехали, вот у меня такое управление здесь. Что ж, поехали, давайте, поем. Вот эти красные, которые только что пролетел я, это вы в них влезаетесь и у вас омеляется во время. Вот оно только что было. В фиолетовом это бонусы, которые дают вам оружие. Разнообразно там пулеметы, минометы и гранаты и так далее. Нам нужно было собрать какое-нибудь, конечно, сейчас. Вот такие примочки здесь есть. О, собрали бонус. И едем дальше. Я уже обоградил свой космолет. Ну, игрушка неплохая, довольно-таки неплохая. Графика у них, мне кажется, разработчики поработали над игрой после первой версии. Я думаю, что первая версия, мне кажется, была довольно-таки не айс. Вот, видите, справа у меня появились разные пулеметы, гранатометы. Игра, кстати, можно выбрать родной язык. Ну, озвучивать, конечно, по-английски. Ну, готовы играть. Итак, все понятно, все по-русски, это очень приятно. В начале игры вы можете выбрать. Также есть возможность выбрать один игрок или два, ой, вернее, или несколько. Многопользовательский режим. Вот, видите, так нас затормаживает. И, соответственно, мы теряем время. Не забудьте собирать. Так, гонка завершала. Я приехал какой? Я приехал первый. Молодец. Вот, продолжить. Продолжать, я думаю, мы не будем. Примерно в поле, что игра из себя представляет. Не забывайте собирать монетки, которые вам пригодятся для апгрейда своего космического корабля. Ну, примерно в поле, что игра из себя представляет. Всем пока, всем до свидания. С вами был ваш Гангус. Всем хорошей погоды, любви, счастья. Спасибо, что посмотрели мой обзор. Пока.